В эфире ОТС ежедневная программа «Спортобзор» в студии Кристина Лата. Здравствуйте! Хоккеисты Сипсельмаши приступили ко второму этапу подготовки к чемпионату России. После выступления в Кубке страны, где сибиряки прервали многолетнюю серию поражений, клуб возобновил тренировки на домашнем стадионе. Александр Ширудила побывал на одной из них. Следовые площадки на зеленый газон. Игроки Сипсельмаша делают легкую разминку и играют в футбол. Точно так же, как и в начале лета, когда команда только приступила к предсезонным сборам. Сейчас подготовка, по сути, начинается заново, ведь чемпионат стартует лишь через три месяца. Однако разница все же есть. Теперь Сипсельмаш намного лучше знает свои возможности. В Кемерово на Кубке России новосибирцы на равных бились с фаворитами и впервые за несколько лет одержали победу в матче на групповом этапе турнира. От молодых наших ждали другой игры, наверное. Я так думаю. Они показали гораздо больше, чем от них ждали. Это очень позитивно и очень хорошо. Команда развивается, я думаю. Жалко, конечно, очков маловато привезли, но тем не менее игрой довольны. Хоть и проиграли, но игрой довольны. Но теперь нужно забирать очки. При этом у новосибирцев была всего неделя до турнира, когда команда тренировалась на большом льду. Становление игры и коллектива еще в процессе. Так в каждом матче Кубка на лед команду выводил новый капитан. В итоге Сипсельмаш показал качественный хоккей, что отметили и болельщики, и сами игроки. И достойно прошел проверку физическими нагрузками, когда матчи шли подряд один за другим. Понимаете, у команды характер становления, оно требует времени, но все равно это все идет постепенно, от матча к матчу. И те два месяца, которые мы работали до Кубка России, мы ребят нацеливали, что ребят, едем на Кубок, мы должны не только на других посмотреть, но и себя показать. После Кубка России команда получила неделю отдыха и вновь приступила к работе. Но и сейчас на тренировке присутствуют не все. В понедельник многие игроки прошли добровольную вакцинацию против коронавируса и получили три дня на восстановление. Так хоккеисты смогут чувствовать себя увереннее по ходу сезона. Ты можешь работать спокойно, да, не надо сдавать эти ПЦР-тесты бесконечные, плюс ты можешь поехать за границу, да, когда ее откроют, да, наконец. Вот, ну и все, в принципе, чтобы здоровье соберечь, потому что, как я слышал, переболеваешь легче, да, если даже заражаешься, переносишь легче. У нас ребята многие, кто тяжело переболел в том году, да, кто-то легко, кто-то не очень. То есть, ну, я думаю, что в этом тоже самое главное, наверное, что болеть, если заболеешь, то не сильно. Теперь сибирский клуб ждет длительная работа. Пока занятия на земле. А в сентябре и октябре тренерский штаб планирует выездные сборы на льду. Если будет возможность, Сепсельмаш обязательно проведет и контрольные матчи, чтобы почувствовать игру. Клубный сезон стартует в ноябре, а до этого наша страна примет чемпионат мира по бенде. Теперь о хоккее с шайбой. Сибирь и сибирские снайперы ждут заключительные предсезонные турниры перед началом своих чемпионатов. Обе команды отправятся на них уже в выходные. Главная хоккейная команда региона выступит на Кубке губернатора Челябинской области. Первый матч там новосибирцы проведут 24 августа. Кроме того, Сибирь сыграет с локомотивом и хозяевами льда трактора. Сначала команды сыграют круг, после чего победитель определится в серии плей-офф. Напомню, другой предсезонный турнир Кубок Рамазана новосибирцы выиграли. Лучшим нападающим там был признан Никита Коротков, вратарем Харри Сеатрия, бомбардиром Антон Ведин. Молодежь сибирские снайперы выступили не так успешно. На турнире в Омске они одержали лишь одну победу, взяв верх в овертайме над уфимским толпаром. В остальных четырех матчах снайперы уступили, причем крупно пропустив по пять шайб от авто и омских ястребов. Теперь новосибирцы отправились в центральную часть России. В Туле молодежные команды также сыграют на Кубке губернатора. Среди соперников сибирских снайперов по группе – «Спартак», «Чайка» и «Авто». Как раз против «Авто» снайперы проведут первый матч на турнире 22 числа. Сибирь также противостоянием с командой из Екатеринбурга откроет турнир в Челябинске. Игра состоится 24 августа. Прямую трансляцию этого матча, а также остальных игр Сибири на Кубке губернатора смотрите на нашем канале. Уверенно выступили в предсезонном турнире и старшие юноши хоккейной школы «Сибирь». Парни 2004 года рождения, которые в этом сезоне будут выступать в ЮХЛ, стали сильнейшими в красноярском турнире имени Семина. По ходу соревнований новосибирские юниоры обыграли барнаульский «Алтай» две команды местного «Сокола» и «Кристалл» из Бердска. При этом единственное поражение на турнире «Сибирь-2004» потерпела от своих же одноклубников 2005 года рождения. На сегодня это все новости новосибирского спорта. В студии для вас работала Кристина Латом. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok